Издательство Эксмо. Елена Дорож. Французское наследство. Утро со стариком. Они проснулись одновременно, рано утром. В последнее время такое случалось всё чаще. Всю жизнь старик не вставал с постели раньше полудня. Он был сиборитом, любил в себе это качество и не собирался менять привычки. Но старость взяла своё, и старик стал просыпаться чуть ли не с зарёй. Злился ужасно и упрямо продолжал лежать до обычного часа. Хотя в какой-то мере раннее пробуждение было полезным, позволяя обдумать текущие дела, вспомнить прошедшие, исполненные и неисполненные, немного размять расслабленные за ночь члены, особенно ногу. Через 200 лет, минута в минуту в своей постели открыл глаза, и он тут же вспомнил о старике и слегка улыбнулся. Он любил наблюдать за стариком в утренние часы, пока их обоих не затянули в водоворот заботы дня. Старику всегда клали три подушки, да ещё взбивали. Старик ненавидел эту «сплендер», потому что считал пышность подушек причиной болей в позвоночнике. Он скидывал их вниз, оставляя одну, самую плоскую. Бестолковые слуги поднимали подушки с пола и, взбив, снова укладывали в изголовье. «Бон дидьё!» Подражая старику, он тоже спал на маленькой плоской подушке. После неё боль в спине, нараставшая в течение дня, в самом деле стихала. Проблема с позвоночником у них со стариком носили хронический характер. Без них ни один уже не представлял своей жизни. Разумеется, настоящей причиной, а следовательно, истинной проблемой была увечная нога. Когда-то старик сам пустил байку, будто в детстве за ним не уследила разиня-кормилица, по вине которой мальчик упал с комода, вследствие чего на всю жизнь остался хромым. Эту версию уже два столетия пересказывают источники, не давая себе труда выяснить истину. Верят в безнадёжную детскую травму и просто не обращают внимания на ростовой портрет родного дяди-старика. По причине вывернутой ступни тот тоже был хром. Генетическая особенность досталась и племяннику, а потом ещё нескольким поколениям потомков мужского пола. Не всем, правда. Ни Дефлоо, ни Делакруа наследственным заболеванием не страдали. Ну а им со стариком не то что ходить, даже стоять было сложно, особенно если долго. В юности он не раз задумывался, зачем старику понадобилась незамысловатая историка про комод. Не хотел, чтобы говорили о его физической неполноценности, называя это уродством. Или пытался вытравить из памяти современников придуманную кем-то ба-ет. Будто в ортопедическом башмаке он прячет дьяволова копыта. Недаром его называли хромым чёртом. А может, так он выражал детскую обиду на родителей, сразу после крещения вручивших его кормилице, которая на целых четыре года увезла младенца в грязное поместье на севере Парижа. Да и после они не особо интересовались судьбой старшего сына. Чего только стоит родительское решение сразу после возвращения из шале отослать мальчика в колледж Аркур, не дав возможности даже повидаться с ними. Если так, то старик был гораздо чувствительнее, чем принято думать. Впрочем, именно хромота, лишившая юнца подвижности, приучила его к хладнокровному наблюдению и привычке скрывать свои мысли. Многие вообще считали, что старик не похож на француза. Сдержан, высокомерен, умеет слушать, говорит мало и не очень ясно. Типичный англичанин одним словом. Эти черты характера предка он перенял в полной мере. Откинув одеяло, он осмотрел ступню. При современном уровне медицины устранить досадную «энуи» легче легкого. Но он ни за что не решится расстаться с тем, что так безусловно роднит его со стариком. Он любил называть предка именно так. Не по имени, не по фамилии, а просто стариком, что ни в коем случае не являлось амикошонством. Это слово было сродни «мудрецу» или «старцу». Произносилось и думалось благоговейно, с оттенком трепета и одновременно осознанием родства, а значит, особой близости. Он еще немного понаблюдал мысленно, как старик, кряхтя, тянется к колокольчику, звонит, призывая тех, кто займется его утренним туалетом, и разминает пальцы рук, которые в последнее время стали опухать слишком заметно. Слуги вносят тазики и кувшины с теплой водой. Они знают, первое, что хозяин делает утром, промывает нос теплой водой. К этой процедуре его приучила прабабушка, единственный любивший мальчика человек. В усадьбе Шале он провел лучшие годы своей жизни. Наверное, ежедневная лаважь напоминала о том времени, одновременно по твердому убеждению старика, оберегая от всяческой заразы. Потом – общее обтирание влажной губкой, пропитанной душистыми экстрактами и одевание. Старик неравнодушен к дорогому белью и в одежде по-прежнему щеголь. Чего стоит только придумка верного коммердинера Жозефа Куртиада, знаменитый высокий воротник с белым бантом. Завершив туалет, старик придирчиво осматривает себя в зеркале, проводит рукой по немилосердно поредевшим с эль-ави волосам и направляется в кухню. Это путешествие он всегда делает до завтрака. Так повелось еще со времен Мария Антуана Карема, гениального кондитера и личного повара. Они всегда начинали с кухни, ведь то, что будет создано там утром, станет залогом успешного дня. Лучший помощник дипломата – его повар, частенько говоривал он. К тому времени, как в кабинет войдет Доротея, старик успеет выпить чашку горячего шоколада и начнет разбирать бумаги. Их, как обычно, много. Да, пора вставать. Старик уже занят делами, а он до сих пор нежится в постели. Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Современные интеллектуалы приписывают слоган Остапу Бендеру, который таким образом будил Шуру Балаганова. Куда мы катимся? На самом деле, эту фразу каждое утро слышал еще Анри де Сен-Симон, знаменитый французский утопист. Но и он не был ее создателем. Умница Плутарх в трактате «К непосвященному властителю» упомянул про персидского царя, слуга которого будил его примерно такими словами. Однако, хватит лирики. Старик давно углубился в работу. Последуем за ним.